говори всем привет а куда ты приехала дюра нас тут давид пьет воду есть киндер все совмещает да давид ты покажешь нам что тебе попалось оля тут наготовила я даже не знаю это наверно брускета это грибы круассаны оля оля круассаны сама пекла то я показываю какая ты хозяйка оля это оль брускета правильно анютка любит у нас огурчики оля нажарила кучу картошки вкусной а у нас у анютки хэллоуин да анютка вообще хэллоуин завтра но оля вот такие тыквы поля это подушки до прикольные и вот такие красивые тыковки вот только по моей рекомендации правильно ольга игоревна вот видите пижама пижама точно такая же классная оль не девочки писали тоже заказывали вот оля тоже посмотрела мое видео тебе кстати очень хорошо и и она купила точно такую же коричневую правда оль стираешь гладить не надо постирала высушила и отдела прохладно прохладно сейчас таких костюмах тебе тоже очень идет практично и удобно ну давид показывай что тебе в киндере попалось я когда маленькая была мечтала о таком большом киндере у нас тогда были только маленькие давай открывай показывай что попалось сам откроешь или помочь помочь тут какая-то штука такая а ну давид разбирай что это такое ой сейчас глянем что это такое чтобы что-то для реального пацана глянь какой клетка для зверя вот такого деревья зверюшка такая у тебя пособирай потом целиком покажешь а мужчины на улице у вас так собака выросла по на фоне нашей були просто бегемот так аппетитно да саша комментирует правильно олька у нас сегодня правильное питание и твои брускета очень нравится вообще такая красивая да анютка у тебя тоже здоровое питание ты ешь и это здорово мне они такие так парует красиво прям глянь картину можно писать анютка себе хочет диван углом чтобы можно было лежать вот я у папы предлагала ему купить диван углом а папа а папа не а папа не хочет тебе так тоже нравится да чудо мое анютка говорит когда вырастет обязательно купить себе диван чтобы уголком не нравится а если пыталась заблести колосок не очень плету колоски честно вертись ну уже конечно немножко все расплелось но в целом учитывая что я максимальная прическа это просто косичка и хвостик да то это было кстати заплела очень быстро единственное что я не умею туго заплетать а тогда я еще очень даже ничего скоро же будем собираться домой у нас уже начало десятого дома ярик с более поругалась сегодня в чате родителей я ярослава потому что половина родителей стали претендовать протестовать и говорить на то что что дети вот будем писать заявление чтобы открывали школы выходили дети я против я им так официально написала на основании чего вообще собрались выводить дети я тут жаловалась вам что я и аня считаю что просто быть дома нас более 100 человек по городу заболевших 8 300 за сутки какие выводить детей в общем я сегодня всем там жару дала надеюсь что я я все-таки работаю где я работаю в приватбанке а если это же о чем говорит что меня можно отправлять в любую инстанцию я я тоже умею отстаивать свои права знаете раньше как-то я стеснялась где-то высказать свое мнение но приватбанк это такая школа жизни я столько всего научилась в хорошем смысле слова я как говорится что ты там берешь что там у тебя за спиной а а ну показывай ну понятно ну ладно ладно что а анютка анютка тут это тоже будем собираться скоро до даться ты моя красавица моя красавица поедем булю кормить булю кормить а то с голода опухнет нас эти буля набрала почти 200 грамм веса и до зовут меня осень в самом разгаре выгуливают собачек все скоро и мы с булей будем гулять на поводке как только прививки сделаем все желтое желтое кстати желтый домики желтой листвой очень круто смотрится девчонки девчонки такие девчонки так девочки у нас сегодня была большая покупка продуктов но можно как бы докупила то что мне было нужно но как бы на неделю до 1 раз в неделю мы ездим обязательно в супермаркет делаем покупки весь стол полностью ну давайте начнем с этого края до по очереди ванильного сахара себе купила анютка же понедельник идет школу будем пироги и доделать анюте и маши купила детки попробовать такую приправу так ванильный сахар гривна 20 купила сухая аджика это такая приправа как аджика с острым перчиком именно вот сухая то есть как специя солью уже 27 гривен баночка купила черного кунжута посыпать не буду пакет развязывать девочки черный кунжут 120 гривен килограмм я взяла 200 грамм купила 200 грамм мака будем с анютка маковый пирог до делать 80 гривен килограмм тоже 200 грамм и 135 гривен стоит килограмм семечек тыквенных я взяла 100 грамм так взяла лимонную кислоту сделать свое средство против накипи в ванне у меня закончилась взяла такую большую пачку сколько здесь грамм здесь 100 грамм что не 100 процентов на грамм 50 не 100 грамм вот написано 100 грамм купила такую большую муж себе купил в пачка вот эта лимонная стоит 20 гривен муж купил за 23 гривны себе не полезные чипсы так мы собрались завтра делать домашние гамбургеры я смотрю смотрел один канал там рассказывали как сделать правильные гамбургеры завтра все покажу купила обычный кетчуп 15 гривен и за 20 гривен вот такой соус для бургеров попробуем дай анютка завтра сегодня акция в сельпо я была кстати в супермаркетах сельпо и а т.б здесь все в перемешку значит это сельпо хлебцы по 25 гривен я взяла с томатом и базиликом самые вкусные да анютка по 24 или 80 или 24 90 так вот такая паста антарктик криль тут разные вкусы под копченая классическая 24 гривны баночка сколько тут четыре баночки муж купил себе за 30 гривен вот этот сырок здесь 150 грамм какой-то с плесенью я такой не ем ему нравится в а т.б. была акция на сникерсы твиксы по 6 гривен были сникерсы и по 6 гривен были твиксы я взяла 4 твикса 4 сникерса всем по конфетке правильно анютка так для булли купила творожок кстати вот сейчас покажу брала ей вот такой польский творог он ей не очень нравится неохотно да анютка кушает а вот этот президент хорошо в общем булли больше такой покупать не буду будем покупать президент стоит 34 гривны вот эта упаковка 5 процентный 250 грамм муж у меня любит мюсли 37 гривен вот такая упаковка здесь с орехами с бананом и шоколадом я такие не пробовала здесь вес 330 грамм попробую мне нравится очень сильно вот эти тертые мелко сыры типа пармезана 49 гривен вот эта упаковка 80 грамм очень вкусно посыпать салат дома самостоятельно очень тяжело таким образом натереть так для гамбургеров я купила вот тридцать четыре или тридцать пять тридцать четыре с копейками чеддер да анютка в гамбургеры анютка в любовь анютка вообще такой сыр очень любит так ну кефир кефир вообще сегодня был по акции за 17 гривен молоко тоже по акции было за 22 я купила буренка два с половиной процента и кефир у меня славяночка 1 процентный для моих овсяноблинов 36 гривен сельпо я покупала огурчики нам же понадобятся завтра для гамбургеров так хочу сделать я польский польский бигас и там нужны копченые колбаски ну конечно же польских у меня нет я купила охотничьи здесь и не вижу сколько 400 гривен стоит килограмм я купила на 79 99 на 80 гривен так девочки никогда не брала вот такую ветчину это испанская ветчина и на нее давно смотрела все решила попробовать взяла вот почти полкило килограмм 300 гривен я взяла на 146 гривен она видите такая квадратная вот как раз для бутербродов попробуем да анютка купила бутылку боржоми анютка будет у нас дышать над боржоми потому что вот те для небулайзера микродозы вот эти лечебные я зашла в аптеку нету но в общем будем дышать пока боржоми сказали на следующей неделе привезут ну два десятка и так боржоми стоит 24 гривны купила яйца 30 гривен я сын свит десяток 30 гривен они такие крупненькие такие не мелкие очки так захотелось мне девочки очень сильно семечек давно не покупала я всегда брала в красные такой упаковки но и что-то уже давно не привозят и я купила вот такие home получим какие-то 16 и какая-то пачка вот семки как по вам вот это 17 а вот это 16 чтобы я вас не обманула так первый раз взяли с мужем попробовать готовые такие как бы битоби штексы из говядины в беконе уже со специями в общем взяли четыре штучки две штучки вот выходят ну 43 гривны взяли 4 попробуем никогда такое не покупая редко покупаю полуфабрикаты правильно анютка я стараюсь все готовить сама так девочки купила два лимончика в тб 2 груши груши точно помню 29 гривен килограмм а вот лимон и девчонки вообще не помню тоже они такие тонко шкуры я обожаю такие тонко шкуры лимоны но цену не помню так купила муку 34 гривны 2 килограмма но бутылка минералки если не ошибаюсь 10 купила для бигаса куриные ножки на 42 гривны килограмм 54 гривны здесь у меня по-моему я 8 до я 8 штук покупала и для наших бургеров для наших котлет я купила говядину говяжий ошеек там обязательно должен быть жирок если вы делаете гамбургеры я купила кило ну почти кило 200 килограмм 100 гривен я взяла на 117 80 купила по 6 гривен вот такие бублики детям взяла две штуки с шоколадным маслом данька детям кстати я купила мне в детстве я очень любила шоколадное масло купила и моим детям дети сказали очень похоже шоколадное масло на сыр филадельфия я его не сегодня покупала сейчас покажу какое очень вкусное вот это масло девочки покупала когда во вторник до или в общем этой неделе именно ферма они говорит чуть-чуть жирнее чем сыр филадельфия правда нет к но очень-очень сильно похоже в общем купила бублички вкусно с белым хлебушком ну и последнее что я сегодня купила это две пачки пельменей девчонки вот этими шутка 333 вэдмэди очень вкусные такие с хорошим составом а здесь вот которые филейные с мясом курицы они еще если камера период разноцветные белые зеленые оранжевые а вторые я взяла зимьясу мындычки они действительно очень вкусные мы стараемся с анюткой делать сами до анют но иногда я покупаю в общем вот такая покупка за все то что вы видите на столе мы сегодня заплатили где-то 1600 гривен но все вместе 1500 с копейками чеки я как обычно выбросила цены не сказала на пельмени 48 гривен и с индейкой 50 все вот такие у нас сегодня покупки это продуктовые покупки а еще анютка я заезжала ватсенс купила всем зубные щетки новые сейчас продукты уберу разложу по местам и покажу то что я купила в магазине ватсенс девчонки покупки из магазина ватсенс моя помощница так девчонки рубрика чё купила ну конечно же я купила целую упаковку кухонных полотенчик в общем здесь четыре рулона по 102 102 кусочка для ну в каждом рулончике мы очень часто покупаем кухонные полотенца и их использую и как полотенце и как одноразовые платочки до дома например просто или руки вытереть промокнуть там что-то готовишь фрукты мясо анютка вместо платочков носовых отрывает использовала выкинула поэтому я покупаю очень много так по ценам сейчас буду говорить с чек возьму девочки чек я нечаянно скомкала но не выкинула так сейчас найдем цену полотенечек стоят они 84 рулона 84 гривны 50 копеек дальше купила себе мою любимую умывалку для лица с мицеллярной водой от исана на нее была скидка вместо 72 гривен я за нее заплатила 45 но я считаю что хорошая скидка правильно анютка также были скидки на гели для душа дав гель для душа дав не вышел 32 гривны в магазинах он обычно 40 45 гривен у нас с эти европейские наклейка только на русском вот такой с гранатом купила себе дезодорант рексону я стараюсь пользоваться своим который я сама изготавливаю но у меня всегда есть дома я говорила что если кто-то в дорогу едешь то удобнее конечно же взять вот такой у меня всегда один-два дезодоранта правильно анютка есть вот таких девчонки купила новый персил я такой никогда не пробовала цен дезодорантами сказала минутку девчонки он тоже был по скидке вышел на 34 гривны по поводу новых капсул персил это новинка видите капсула имеет четыре цвета то есть округлая капсула я такие никогда не покупала мне тоже нравится что это товары германия производства в отцинце продается вот такие товары именно которые произведены в германии я сегодня хочу попробовать я уже в стиральную машинку положила белье но не включала потому что хочу попробовать вот с такой капсулой сто здесь 11 штук стирает от 20 до 60 градусов вот написано универсальный то есть для белого для цветного стоит 11 штук сто девятнадцать гривен вот эта упаковка решили обновить зубные щетки я детям покупаю вот такие колбит сегодня вот была на них тоже акция 2 покупаешь 3 бесплатно вот эти три щетки вышли 42 гривны вот этим я чищу у меня чувствительные десна очень чувствительными не все щетки подходят мне подходят щетки от лакалута и мне нравятся вот такие щетки джонсон и джонсон и речь я купила себе вот такую розовую видите какие ворсинки а муж себе выбрал точно такую зеленую эти щетки каждая стоит по 72 гривны так купила не это просто акция была я обычно беру либо лакалуты мою любимую пасту сплат сплит как правильно называется парадонтакс а мужу захотелось попробовать вот такую пасту блиндомет 3d white сейчас мы откроем посмотрим и капсулы сейчас посмотрим вот девчонки капсула как выглядит посмотрите какая она большая огромная просто до анютка сейчас попробуем мы уже в стиралку положили анюткины пижамки светлые мои пижамки до домашние маечки анюткины мои маечки и вот сейчас на светлом проверим как будет стирать как будут стирать вот эти капсулы паста зубная вот такая написано что удаляет 80 процентов потемнения эмали укрепляет защищает зубы честно я не сильно фанат пасты блиндомет но попробуем так и купила с понедельника начинается школа купила вот такую упаковку я такие бумажные пакетики анютки для обедов покупала решила купить такие же пакетики они стоят 49 гривен вот эта упаковка здесь 60 пакетиков если оторвать вот этот кружочек то будут пакеты по 4 литра если оторвать вот этот кружочек будут пакеты по 2 литра и здесь и здесь 30 штук удобного и нутка достала цену сказала сейчас посмотрим как они распаковываются вот смотрите девчонки здесь один рулончик вот мы вытягиваем пакетик а здесь вытягиваем более крупные пакетики тянешь сейчас прям полностью доставать не буду или достанем да покажем какого размера пакетики какие вот девчонки большой пакетик видите какого размера и вот маленький вот эти маленькие удобно будет анютка да в школу брать я хотела купить анютки бумажные как я в прошлый раз покупала но бумажных не было в наличии разобрали чем девчонки вот такая у нас сегодня покупка магазине ватсенс за все при все я заплатила 601 гривну 26 копеек если вам что-то понравилось кстати девчонки вы знаете что я люблю корейский гель для стирки в которой продается в ватсенсе так вот в на есть только в наличии ополаскиватель гель никогда в магазин не привозят если вы хотите его купить не уже спрашивали спрашивали не один человек то гель заказывайте только в интернет-магазине я подошла к консультанту в магазине спросила если у вас корейский гель и показала фирму ополаскивателя она сказала что гель продается только в интернет-магазине так что те кто мне писал по поводу того, что заходили в магазин, его нет. Он есть только в интернет, в магазине от Ватсонса. Там тоже есть бесплатная доставка, вот сумма 600 гривен. Так что вот если сделать такую покупку, то мне бы ее привезли домой абсолютно бесплатно курьером. Правильно, Анютка? Все. Надеюсь, что наши покупки были вам интересны и полезны. Всем еще раз привет! Мы сегодня с вами будем готовить домашние гамбургеры. Начнем мы приготовление гамбургеров с приготовления самих булочек. Да, их можно купить, они продаются в супермаркетах, в том же АТБ, Сельпо. Цена там порядка около 50 гривен, но домашние конечно же это лучше. Я сейчас назову все ингредиенты для теста, ну а потом когда уже будем посыпать, там кунжутом тоже покажу в конце. Для приготовления наших булочек нам понадобится 650 грамм муки, я взяла обычную белую, готовим классически. 75 грамм растопленного сливочного масла, 360 миллилитров теплого молока, одно яйцо, столовая ложка сахара, чайная ложка соли и 20 грамм дрожжей. Можно заменить на сухие, но мне нравится больше со свежими. Я сейчас вот подготовила мисочку, мы сейчас подогреем молоко и в молоке растворим наши дрожжи. Я буду тесто замешивать сегодня в хлебопечке, можно было бы заменить в моем комбайне, но мне сегодня пригодится для измельчения мяса, и чтобы не терять время для приготовления самих котлеток для гамбургера, поэтому тесто пока будет замешивать тесто хлебопечка, мы с вами займемся котлетками. Все, значит, растворяем в теплом молоке дрожжи. Так, молоко подогрело, раскрашиваем туда дрожжи. Если вы готовите не со свежих дрожжей, а с сухих, то этот момент можете пропустить, потому что сухие дрожжи добавляются в хлебопечку просто сверху муки. Ну а свежие нужно вот так вот в молочке, вилочкой хорошо растворить. Все, дрожжи я растворила. Видите, даже молочко стало такого рыженького цвета. Выливаем наше молоко в ведерко хлебопечки, ну либо в чашу, в мисочку, где вы будете вымешивать, либо сразу в этой миске, если вы замешиваете руками, сразу растворяете сюда, добавляете ингредиенты. Вылила молоко, расплескавшее его по всему ветру. Добавляем сюда одно яйцо. Добавляем соль, сахар. Выливаем 75 грамм растопленного сливочного масла. И всю нашу муку. Можно, я никогда кучей не выкладываю, с этой ложечкой аккуратно перекладываю. Отправляем наше ведро в хлебопечку и включаем программу. У меня вот есть свежее тесто. Такая программа называется свежее тесто. То есть это программа номер 12. И она замесит тесто, даст ему один раз подойти, она его собьет, даст подняться второй раз и выключится. Запускаем. Как раз все и в это время, пока тесто будет замешиваться и готовиться, мы займемся с вами самими котлетками. Для котлет мы нарезали мясо. Обязательно, чтобы получилась вкусная котлета, должен быть жирок. До 20% жира. Я уже подготовила мясорубку. Мясо обязательно должно быть охлажденное, с холодильника. Сейчас мы просто пропускаем мясо через мясорубку. Мы приготовили говяжий фарш. Обязательно говяжий. Ни куриный, ни свиной, ни из индейки. Потому что котлеты в гамбургеры настоящие готовят только из говядины. По поводу специй. Специи, соли делятся, мнения делятся на два типа. Кто-то говорит, нужно солить сразу во время приготовления, замешивания фарша. Кто-то рекомендует солить после того, как вы уже сформируете котлеты. Но когда вы соберетесь солить после того, как сформируете котлеты, есть вероятность, что вы вообще забудете посолить свои котлеты. Поэтому мы сегодня с вами соль, перец и соевый соус 100 мл добавим сразу в мясо. У меня здесь килограмм говядины, килограмм фарша. Мы добавляем перец по вкусу. Соль тоже добавляем по вкусу. Помните о том, что мы еще будем вливать соевый соус, который тоже солененький. Я добавила чуть больше чайной ложки. И вливаем соевый соус. И теперь нужно это все хорошо вымесить. Вымешивать долго нельзя, потому что руками от этого мяса нагревается. То есть, либо руками, но очень быстро, либо миксером. Есть варианты замеса комбайном. В моем случае это будет вот такая насадка. Фарш хорошо вымесили. И формируем котлеты. Она должна быть размером от 100 до 150 грамм. Можете для более точного, одинакового размера воспользоваться весами. Я буду делать такие небольшие котлетки. Вот 100 грамм. Моя рука. Так как я не буду делать большие булочки. Выкладываем их на пергамент. Сверху второй лист пергамента. И вот так все котлетки выкладываем друг на дружку. Так, котлеты переложили мы пергаментом. И в таком виде отправляем в холодильник до того момента, пока у нас не будут готовы все наши булочки. Тесто нашего хлебопечки уже подошло. Было выше ведерка. Потом хлебопечка его обмяла. Тепленькая. Из этого теста получается 10-12 булочек. Тоже можете воспользоваться весами. В общем, формируем булочки. Я застелила противень пергаментом. На него будем выкладывать наши булочки. У меня получилось 11 булочек. Тесто такое вообще пышное-пышное. Сильно не хочу надавливать. Оно прям в руках, когда я лепила булочки, оно прям подходило. Так, духовку разогреваем до 200 градусов. Сейчас каждую булочку смазываем яйцом. Я просто яйцо вилочкой перемешала. И хорошо обмазываем со всех сторон булочку. И когда хорошо ее обмазали, пока желточек и белочек не впитались, посыпаем кунжутом. Я смешала белый и черный. И так делаем с каждой булочкой. Ну что, я все смазала яйцом. Все посыпала кунжутом. Духовка разогревается 200 градусов. Даем вот так вот постоять булочкам минут 5. Они еще вверх поднимутся. И отправляем в духовку на 15-17 минут. Даже если вы не собираетесь печь гамбургеры, то вы можете делать, вернее, гамбургеры. Вы можете просто приготовить такие булочки. Они очень красивые, пышные. А с кунжутом еще и очень полезные. Все, будем через 5 минут отправлять в духовку. Наши булочки готовы. Посмотрите, какие они пышные, красивые, толстенькие. Корочка твердая, а внутри они мягенькие. Пышню ли. Сейчас как раз самое время, пока булочки остывают, начать жарить наши котлетки. Разогреваем сковороду гриль, слегка добавим на нее, в моем случае, оливковое масло. И будем обжаривать наши котлетки. Обжариваем с каждой стороны. Не надо переворачивать постоянно. Просто жарим 2-3-4 минуты, чтобы образовались от сковороды гриль полосочки. И переворачиваем. У меня сразу за раз 4 котлетки помещаются. У кого какая, какого размера сковорода? Они уже, да, Анютка, очень аппетитно выглядят. Булочка слегка остыла. Правда, еще теплая. Я ее уже разрезала. У меня дожариваются котлеты. Хотела вам показать, какая она в разрезе. Прикольная. Волокнистая такая. Сейчас будем с вами формировать гамбургер, ну, домашний хоммейд. Обжариваем, разрезаем и обжариваем булочки на сухой сковороде. Ну, буквально по минутке, чтобы они немножко подрумянились со стороны разреза. Ну, хлебушек я слегка поджарила. Формируем бургеры. Сюда можно лист салата, помидор. Мы сегодня будем делать просто с сыром, соусом для бургеров и солеными огурчиками. Значит, на гамбургер, на булочку выкладываем. У меня огурчики мелкие. Я не стала их резать колечками, а порезала вот такими, как бы, половиночками. Ну, опять же, можете колечками, потому что здесь очень мелкие огурчики. Сверху на огурчики капаем немножко соуса. Сверху выкладываем наши котлетки. Сверху по ломтику сыра. Капаем еще немного соуса и накрываем булочкой. Можно помидорчик, лист салата, все, что любите. У нас сегодня такой вариант. Накрываем нашими булочками. Раз. Булочки поджарила, чтобы они были еще вкуснее. Вот такие красивые гамбургеры у нас получаются. Вот такой вкусный обед мы, да, Анютка, сегодня приготовили. Такой хлебушек поджаристый, гамбургер. Ну и картошку у нас, конечно, не фри. Мы просто пожарили. Но, думаю, будет тоже вкусно. Да, Анютка? Давай, пробуй, кисенок. У тебя ротик откроется так широко. Как булочка. Как в Макдональдсе? Угу. Похоже. Правда? Угу. Крамуля, как у меня картошненькая просто. Мне там больше нравится. Вкуснее. Ну, это же домашнее. Ты же мамуленька делала, да? С любовью. Кунжутом, видишь, мама не пожалела. Кунжут, кстати, очень полезный. Вот у нас такой домашний Макдональдс. Да, Анюта? Тебе нравится? А котлетка вкусная? Угу. В общем, получается все отлично. Если у вас есть время и хотите устроить себе Макдональдс хоммейд, пользуйтесь нашим рецептом. Всем приятного аппетита. Всем пока. Увидимся в новом видео и до новых встреч. Опять же, повторюсь, дети не врут. Ха-ха-ха. Так, давайте. Угу. Пока-пока.